За сутки в зоне АТУ один украинский военный погиб, трое ранены. В штабе сообщают, увеличилось число обстрелов на Луганском направлении. Боевики открывали огонь 15 раз, но только в одном случае использовали тяжелые вооружения. На Донецком направлении тоже растет количество нарушений режима прекращения огня. 14 обстрелов, из которых 9, с применением тяжелых вооружений. Традиционно тяжелая обстановка на Мариупольском участке линии фронта. 43 обстрела позиции украинских войск, 19 из них тяжелыми вооружениями. Боевики выпустили больше 200 минно-снарядов, в том числе и из тяжелой техники. В Германии протестуют бортпроводники, бастуют сутки. Из-за этого отменены 380 внутренних рейсов авиакомпании EuroWins и GermanWins. Это дочерние предприятия Люфтганзы. Стачка затронет около 50 тысяч человек. Протестующие требуют улучшить условия труда и увеличить зарплаты. Две трети диких животных на планете могут исчезнуть к 2020 году. Такой неутешительный прогноз сделал Всемирный фонд дикой природы. В докладе указано, с 70-х годов прошлого века и до 2012 года популяция сократилась на 58%. Чтобы определить цифры, ученые исследовали 3700 видов и 14 тысяч популяций. Самые большие потери зафиксированы в пресноводных экосистемах, где численность диких животных сократилась на 81% за последние 40 лет. Microsoft представила бесплатное обновление своей операционной системы Windows 10. Оно позволит пользователям создавать, просматривать и редактировать контент в трехмерном пространстве. Обновление станет доступным для скачивания в начале 2017 года. Пользователи мобильных телефонов смогут делать трехмерные фото. Для этого нужно будет сканировать объект, обходя его по кругу. Появится 3D-графика и в популярных приложениях Microsoft PowerPoint и Paint. Компания также представила новый моноблок Surface Studio. Он должен стать новым рабочим местом дизайнеров и художников. Стоимость от 3000 долларов. Еще одна новинка – улучшенная версия прошлогоднего гибридного ноутбука. В компании обещают, его батарея будет держать заряд на 30% дольше, около 16 часов. Обновление представили на фоне трудностей на рынке, с которыми столкнулось подразделение Windows. В прошлом квартале его доходы сократились почти на 2% и составили 9 миллиардов 290 миллионов долларов. В этом квартале ожидается увеличение. Но, согласно прогнозам, оно все равно будет ниже дохода, который подразделение получило за такой же период прошлого года. Между тем, так называемый облачный бизнес Microsoft процветает. Компания прибегает к услугам облачных провайдеров для размещения своих веб-сайтов, приложений или данных. Генеральный директор Microsoft Satin Odelo говорит, облачные дата-центры компании есть уже в 30 странах. Только в Европе фирма вложила в развитие этой инфраструктуры около 3 миллиардов долларов. За потребителей в сфере облачных услуг с компанией конкурируют Amazon и Google.